Слушайте, вопрос риторический, во-первых, учитывая, да, идет демонтаж советской системы, социальной системы, но пока этот демонтаж не находится на той планке, которая бы для них была приемлема. Поэтому, да, это несет очень большие расходы для бюджета, да, тема образования, здравоохранения, науки, культуры, тех же социальных гарантий, которые пилятся, режутся, уничтожаются, но пока имеют место быть, да, если мы говорим о пенсионерах, действующих пенсионеров, то они все-таки получают пенсии из бюджета. Они сейчас молодежи и среднего возраста это дело ограничили, да, теперь дожить до пенсии это совершенно другая задача, но тем не менее действующие пенсионеры, это же для них нахлебники. Какие они для них рабы? Они их не могут никак эксплуатировать. Нет, они их эксплуатируют посредством продажи продуктов питания, да, или некачественных товаров каких-то, да, здесь они извлекают выгоду. Но с точки зрения устойчивости самой машины государственной, это для них проблема, которую нужно решить. Поэтому чем меньше пенсионеров, тем лучше. Теперь что касается геноцида в целом, ведь действительно очевидно, да, что если мы берем, вот я тут говорил недавно, рейтинги стран по количеству детских самоубийств, ну, Россия занимает первое лидирующее место. И в данном случае, да, наверное, вы правы, зачем убивать, собственно, рабов, которых можно эксплуатировать, численность этих рабов тоже представляет достаточно, достаточно большую опасность, да, потому что, ну, для того, чтобы, помните, как когда-то сказала, как железная леди-то, как называли ее? Маргарет Тэтчер, да, он говорит, чтобы обслуживать нефтяную трубу, достаточно 40 миллионов человек. 40 миллионов человек, а вас 140 миллионов. Он говорит, надо, соответственно, избежать какой-то опасности, потому что, ну, очевидно, да, что если будет не просто недовольство властью, но и активность, масс к этому прибавится, ну, это может очень плохо закончиться. Потеря контроля, потеря, значит, рычагов управления и, в конце концов, потеря активов, которые сейчас, собственно, позволяют этих рабов эксплуатировать. Сам по себе раб, он ничего для тебя не сделает, если ты не прибавишь к нему средства производства, да, механизм, благодаря которым ты будешь извлекать необходимые прибыли, да, из этого своего актива, механизма. Поэтому, лично в моем понимании, сокращение численности населения – это дополнительный лимит прочности и устойчивости для всей государственной машины. Сложный вопрос, да, насчет того, вот как вы говорите, зачем убивать рабов. Я все-таки думаю, что по большей части вот эта политика геноцида – это попутное явление, такая задача, которая, ну, в довесок идет. То есть, иными словами, хочется побольше на вас заработать, хочется еще больше денег поднять, и для этого, ну, колбаса должна стоить дешевле, ну, пальмовое масло туда будет литься больше. А поэтому, соответственно, ну, онкология будет расти, ну, а кто говорил, что будет легко? Кто говорил, что вы, собственно, там, ценнее, да, чем итоговые годовые отчеты о доходах?